А у нас здесь красиво, а вы-то реально пошли. Если вы слышите вот такой вот звук, то одно из двух. Либо вам дали шарик надувной в Макдональдс, либо вы в лыжном походе, и эта лыжа будет вас тащить еще целых 7 дней. Как хорошо зимой в квартире. Пришел, согрелся и лег спать. Но ребята из турклуба «Романтик Урфу» не ищут легких путей. Кабанов, Ларионов, Митрясов собрали их под своим началом. Как вам Алтайский январь? Шикарен. Жара стоит каждый день. Лыжня, Урал, в Бойцовских крепах. Турист на перевал идет. Пройдет еще хоть четверть века. Итак, Урал, Алтай. Идеальное место, чтобы сломать лыжи. А это Антон. Он из Нижнего Тагила. Вот на утку, похоже, смотрите. Ну вот, реально утка. Как в этом, вуди-вудпайка. Я хотела ехать на лыжах, решила понести. Главное, чтобы лыжи не устали. Оп. Оп-оп-оп. Саморезики пошли. Лыжи – это не только средство передвижения, но еще и источник историй, если на них ходит не один лишь хозяин. Миха Баранов, как я тебя люблю. Миша, у нас 2 часа с этого времени. Правильно, шуруп. Ну, правильно, то каждый может. Миша, привет тебе. Так сразу, что ли, съесть все? Вы что? Да, команда Кранов и команда Рыжа. А что там фильмы? Здоровье, прямой. Ты хоть никому это не показывай в видео, а то скажут, ребята, вы что, вообще в поход лыжный пошли, не умея на лыжах стоять. Олег оставил нам указатель. Оттуда-туда. Ты шо, оттуда-туда? Мы шли оттуда-туда. А, да, мы идем оттуда-туда. Наступающим. Братцы, ананасики в железной баночке. Да. А сейчас у нас Новый год. По Читинскому времени. К предстоящему походу туристы готовились. Тренировались неистово. Оттачивали мастерство. А у вас точно лыжный поход намечается, ребята? Первое января, а выходного нам сегодня никто не даст. Мы и так, у нас и так выходные идут. А вот из чего состоял типичный ходовой день. Ну, понимаете, да, почему Паша ее больше ни в один поход не возьмет? Это ж одна лыжа. А ведь может быть и ледоруб. Технично устроился, да? Да, я ждал. Сейчас у меня колбаса почищена, хватит. Чай налит. Я вообще в ажуре. Вообще. Я же тебе не отказывал. Я просто чистил колбасу. А, ты просто ждал, когда я что-нибудь сделаю. Раз пришло решение с другого места, надо им пользоваться. Даже ель зависает в этом лесу. Мы по-любому должны сегодня будет зависнуть, хорошо. Поднимаемся на вершину горы Машак. Смотрите, белый такой пупырь торчит. Это большой кумардак. Это малый кумардак. А вот справа от белого пупыря это Машак. Эльзерские зубчатки в студию. Турклуб Романтик. Ходим, восходим, сплавляемся и улыбаемся. Привет. Турклуб Романтик. Турклуб Авантюрин. Также встретили группу из Горного института. Одновременно группа Миши Ларионова топтала лыжную тройку на Алтае. Сейчас пойдем по гребню. Что скажешь? Красота. Красота. Погода отличная. У тебя с прической? У меня с прической все нормально. Новый день подарил интересное общение с дежурным турклуба Авантюрин. Доброе утро. Доброе. А что это вы костры шокин не установлены в месте? А тут установлены. Мы установили, да? Да. Установили, лежим. Что, еще спят ваши, что ли? Ну, спят. Круто вам. Может, к вам тогда переходить? Слушай, у вас там подольше спят. Что, пшено, как и мы, да? Или манка? Пшено. Пшено? Пойдем тогда насобираться. Ребята из Авантюрина едят прям в этом пшете. Ребята тропят уже 2 минуты, Лена, за 30 секунд отняла. Ну, она прокачена-то. А тут просто лыжня готовая. А, из-за лыжни дела думал, ты Лену хочешь похвалить. Трапежка – это ключ к успеху в лыжном походе. Первый прет налегке. Мне кажется, так делают метро. Отработав свою пятиминутку, возвращается за рюкзаком. Происходит смена тропящего. Словили удачу за хвост. Вышли на дорогу. И теперь осталось одно только. Уверенно спуститься. Собственно, как учили. Товарищ Ларионов. Сафронов. На Уктусе. Они сейчас на Алтае. Наверное, тропят свои тропинки. Это просто невероятно. Да-на-на-на-на, это Алтай. Сегодня мы будем идти до темноты. И в темноте, да? И никаких песен. Так сказал руковод. Руковод Ларионов. Как без песен-то? Кто сказал, что нет песен, да? После боя сердце просит музыки вдвойне. К вечеру группа была у линейских столбов. Или же каменной сказки. Это уникальный комплекс гранитных скульптур. Каменные останцы напоминают по своей форме фантастические привидения. Потому группа не медлила. И скрылась в укромном шатре. Где каша и тепло. Лыжный поход – это не поход, если не забарахлят лыжи. Лыжи-бескиды не выдержали крутых поворотов. Правое крепление начало рассыпаться на глазах. Просто ты упала, да? Только правая, Любе? Только правая. А вот у нас такие бескиды. Бесстыдно разломались. Абсолютно слетела крепа. Треснула пластина. Будем чинить. 3 января. Поздний вечер. Ремонтник и его ремесло. Спецвыпуск передачи «Школа ремонта». Если есть такая наморость на внутренней стороне шатра, говорят, что уже не осень, а пришла зима. Давай пойдем с тобой туда, где есть костерчик и еда. Так спускаться. Не рекомендуется. Спускаться нужно так и только так. У нас ты, фотограф, сказала фотка, значит фотка. Завхоз сказал есть, значит есть. Пол оборотика, так как модели в списке, прогнули попы, отопылили. Я печник, руки печник. А я очень классно помыла котел. Они подозревают, что на их пути станут лесники. И суровые, урожские лесники. Если поселок ворачиваться далеко, проще вот так. Хребет Бахты. Находится в заповеднике. Поэтому нам не судьба попасть туда. Вечера в лесу выглядели приблизительно вот так. Метров 10 бы отмотать. Но завтра мы подходим максимум под этот, под ремель. Пятого, если все хорошо, поднимаемся. Просто выпущи. Бедруга. Спасибо тебе. Ты не долбляйся. Ледниковый период. Продолжение. Тактично слился. Всего лишь было минус 15. Не, минус 13. Хорошо так взялось, да? Эпоксидка отдыхает. Мама, лучше не знаешь, что тут. Гора Верху Льба. Преодоление локального препятствия. Горный ручей. А вот и еремель. Наша цель. Которая мы все ближе и ближе. Шестой день похода. Участники начали вести себя странно. Паша менять носки на ходу. Мне осталась одна забава. Диму вселился дух Есенина. Маздержание наносить. Друзья, прокатилась дурная слава, что я лыжный турист. Завхоз. Не знаю, если взять ее из обеда, который на завтрашний вечер. Произносить логически запутанные фразы. А это последняя капля. Играть в крестики-нолики против печки. Ну, поехали. Давай конфеты. Мне нравится цвет. Бронзовая. Великому походу великое завершение. Нам записочку бы со временем, а что я не нашел. В этой восстыке готов-то с морды. Ну, что, какой у нас? Пятое. Людей полно. Туриков полно. А перевали записки найти неоткуда. Помогли туристы. Искайф. Алтайский поход третьей категории все еще продолжался. Погода ухудшилась. Но это не помешало группе успешно финишировать. Грунтовая дорога. Вышли из леса. Тут дорога. Сейчас пойдем в населенку. С того перевала мы спустились. Свалились буквально. На этом фильм заканчивается. Заканчивается, как и все в жизни. Скорее всего, резко и недосказано. И даже слова, изреченные на вокзале Екатеринбурга, не подвели итог всему этому. С надписью «Спорт». То есть это необыкновенный носок. У него жизнь поинтереснее, чем у некоторых людей. Он прошел весь Ивановский хребет. В общем, не связывается с кем-то. Да, то есть, понимаешь, возьми носок. А лишь поставили новый вопрос. Субтитры сделал DimaTorzok